Всем привет, друзья! С вами Ирина. И простите, пожалуйста, за шум на канале. Мы в дороге, едем из Германии в Украину. У нас двухдневная поездка, машины, забрать и остальные вещи, которые еще не успели перевезти. Кто не смотрел наше самое первое видео, где я рассказывала, что мы с собой успели перевезти, переходите по ссылке наверху, чтобы посмотреть. И в этом видео мы вам расскажем немного о том, как купить машину в Германии, во что это обойдется, что нужно делать. Ну, в общем-то, обо всем хоть чуть-чуть рассказывать будет наушник. Так что перед привет и словом. Всем привет! Буду помогать в мире, рассказывать о нашем переезде в Германию. Ну и моя часть будет рассказ про покупку автомобиля. Так случилось, что переезжали мы по очереди с разницей в месяц. Сначала я уехал сам на один месяц. Потом планом было купить за это время автомобиль и приехать машиной в Украину обратно, забрать жену и забрать вещи. Для этих целей, собственно, продали авто, которое у нас было в Украине. Это был старенький Volkswagen Passat 1993 года. И продать его удалось за 3200 долларов. Соответственно, это была сумма, за которую планировалось купить автомобиль. Причем, далеко не всю сумму планировал я потратить на авто, поэтому хотел купить до 2000 евро что-нибудь здесь. Так как здесь за эти деньги можно много чего купить. Немцы не хотят ремонтировать машины очень часто, так как здесь довольно дорогой сервис. Ни сколько по запчастям, сколько по работам. Поэтому, если вдруг с машиной какая-то даже мелкая неприятность случается, они стараются от нее избавиться и купить новую машину. Поэтому я начал мониторить рынок БУ авто в основном на сайте мобиле.де. Этот сайт доступен вам в нескольких языках. Там есть и русский, и английский, и польский. Много разных языков на выбор. Полностью качественно переведенный сайт. Я начал искать в радиусе 100 километров от моего местонахождения, что доступно. Сначала, по моему взгляду, попались такие машины, как Renault Laguna, примерно 2002-2002 года. Естественно, Volkswagen Golf 4, Audi A4 и B5, Ford Focus первого поколения. Но, как бы, Ford мне сразу очень машина не по душе, не знаю почему. Ford-олюбители, простите. Сначала хотел Renault Laguna взять, но начал их смотреть. Они были, в основном, не у частных продавцов, а в так называемых автохаусах. В которых часто люди мастируют проблемы и через них продают. Некоторые были с пометкой «Только на экспорт». Это значит, что машина, тюф, а это местный техосмотр, пройдет вряд ли. Соответственно, начал искать участников. И мне внезапно попалось довольно интересное, на мой взгляд, объявление. Audi A4 B5 в кузове Avant. Это универсал, а я именно универсал и искал. За 1600, нет, за 1800 евро. С пометкой, что якобы что-то с кондиционером. А машина была далеко, почти на краю моего радиуса поиска. Ну, я думал поехать за ней на выходных. А было дело в среду. Звоню я продавцу. К счастью, он разговаривал по-английски, так и в немецкий я до сих пор еще не выучил. Но, в принципе, английского мне здесь хватает. Договорился с ним, можно подъехать на выходных. Он говорит, можно, если ее завтра не заберут. Ага, ну раз такое дело, то я беру служебную машину и еду прямо в этот же день. Я говорю, не, я приеду сегодня. Он говорит, не вопрос, приезжай. Приехал, посмотрел. Машина действительно была в хорошем состоянии, как и описано. Кроме кондиционера, который был под восстановлением. Как оказалось, нам потом был нерабочий компрессор кондиционера. Причем мало того, что нерабочие его местные немецкие ремонтники, еще и доугробли. По словам украинского ремонтника. Вот. Как оказалось, процесс покупки не такой простой, как я думал. Точнее, именно купить машину не вопрос. Покупай на здоровье, никуда ходить для этого не надо. Просто заключаются договоры на стандартном бланке, прямо с продавцом. Но машина была уже без номеров, поэтому уехать я на ней не мог. Такой предыдущий продавец ее успел разрегистрировать. Чтобы не платить за нее лишние налоги, пока он ей уже как бы не владеет. Вот. Соответственно, уехать на ней я не смог. Поэтому пришлось заплатить продавцу полную сумму денег, забрать документы на машину вместе с договором о кукле продажи. И уехать в свой город, зарегистрировать машину, собственно, не имея с собой машины. И оказалось, это абсолютно не проблема, нужны только документы. Я пришел в Landrat Sound, это место, где производится регистрация автомобилей. Заплатил там небольшие налоги, что-то мне обошлось, это вроде около 50-80, я уже, честно сказать, не помню конкретные суммы, но меньше 100 евро. Получил номера, точнее, не выдали бумажку с именно номером моей машины, с этой бумажкой я пошел в валючек, в котором мне изготовили номера. Получил новый техпаспорт на авто, и на следующий день, а это была уже пятница, кстати, на следующий день суббота на выходных поехал уже поездом за своей машиной. Приехал, поставил номера, все замечательно, и на ней уехал. Машина оставалась у хозяина во дворе, как бы на его частной собственности, хотя якобы официально она уже не его. Поэтому предыдущий хозяин машины дал мне расписку, что он разрешает мне припарковать мой автомобиль на его территории якобы безоплатно. Чтоб если вдруг даже в милиции какие-то возникнут вопросы, почему машина стоит без номеров на чужой территории, то вот есть расписка, что хозяин мне разрешил, что ко мне не было претензий. А то теоретически он бы мог вызвать милицию и сказать, ребята, здесь на моей территории чья-то машина, не знаю, чья, пожалуйста, заберите. Мне пришлось бы потом забирать ее со штрафплощадки с лишними проблемами. Вот так вот. Так что такой нюанс нужно тоже учитывать. По состоянию машины, после нашей первой поездки в Украину, я ее отвез к своему уже проверенному мастеру. Тот на нее посмотрел, сделал ей первое ТО. Как оказалось, по двигателю, по кузову, абсолютно по подвеске, все в порядке. Нигде никакой ржавчины нет, кроме тех царапин, которые жена предыдущего хозяина оставила во время парковок, которые были оговорены. Они ничего критичного, нигде никакой ржавчины, там в основном пластик, по бамперу несколько царапин. По большому счету мелочи. Вот, в принципе, по большому счету это было все. Кондиционер, как я и говорил, я заменил в Украине, компрессор кондиционера. Но на него я еще дополнительно стартовал 150 евро, в которые мне в Украине и обошлась замена этого компрессора. Так что, в итоге, машина мне обошлась в 1650 евро, плюс оформление, но оформление что-то в любом случае было. И за эти деньги мне досталось Аудио 4B5 с двигателем 1.8, без компрессора. Но я и хотел без компрессора, так как это более надежный двигатель в моем понимании. На ней сейчас едем вот уже вторую поездку в Украину, без каких-либо проблем. Ну, конечно. Ну, собственно, спасибо за внимание, возвращаю слово Ирине. Ну, на этом, друзья, все. Спасибо за просмотр, ждите следующих видео. И всем пока, до новых встреч!